Доброе утро, добрый день. Киров, уважаемые радиослушатели. Хорошо, что добрый вечер не сказали. Здравствуйте. Здравствуйте. Начинаем дневной разворот. Елена Овчинникова и Павел Шапкин с удовольствием разворачиваемся сегодня. Разворачиваемся, да. Сегодня, я не знаю, слушайте, я себя не очень хорошо, а практически вообще себя не слышу. Вот мы в эфире или не в эфире? В эфире, в эфире. Ну, тогда я еще раз здороваюсь со всеми, кто нас слушает. Рады вас приветствовать. Тема у нас сегодня в достаточной степени интересная, на мой взгляд, касающаяся людей в форме. Точнее того, как периодически, оправданно или неоправданно, ведут себя люди в форме. Сегодня эта тема достаточно широко обсуждается и среди служивых, тех, кто на службе государевой, и среди, соответственно, обыкновенных людей, которым приходится сталкиваться. Что случилось-то? Рассказывайте о жене. Да ладно. Что стряслось? Рассказываю. Произошло это 10 ноября. Сотрудники службы, одетые в форму, на них было так расписано МЧС России, а у одного из участников событий была нашивка, то есть его имя и фамилия было указано. Мы, в общем, в одном из развлекательных заведений, питейных заведений, находящихся недалеко от Кирова-Чепецка в Перекопе, сильно приняли гречительного. И вели себя таким образом, что, как потом сказал один мой знакомый, лучше бы они были в трусах, потому что людям в форме вести себя так совершенно нельзя. Давайте мы сейчас попробуем связаться с людьми, которые испытали это, видели это. Вот разухабистость, вот эту воинственную разухабистость людей в форме испытали на себе. Испытали то, как человек, одетый в форму, может диктовать свои условия, пугать население всем, чем угодно, и своим ресурсам административным. И своей, извините за подробности, половой активностью. Да уж. Давайте, Лена, чуть более подробно, чтобы было понятно. Давайте чуть более подробно. Около полудня. Не, подождите, давайте мы сразу же сделаем так. Во-первых, мне назвали телефон, по которому с нами можно связаться. Это первое. Так, ну, позвоните нам в эфир, вы можете по номеру 808-52, либо... Если, кстати, вот, допустим, кто-то из вас видел эту ситуацию, кто-то из вас был в подобных ситуациях, и у вас есть рассказ... Располагает информацией, которую можно доверить нам и слушателям, то звоните, мы можем вас не представлять. Да, если вы считаете, что... вы не считаете быть нужным узнанным, да, чтобы вас не узнали, потому что люди очень часто боятся именно, что их узнают. И телефон. 708-502, либо пишите свой смс по длинному номеру 8909-720-101-0. 101-0. Ну что ж, нам показывает, что у нас, к сожалению, человек пострадавший, человек, написавший заявление в полицию, пока с ним не могут связаться. Но давайте продолжим беседу. И есть еще одна причина, есть еще одна причина. Сегодня, к сожалению, наш редактор перед тем, как вот войти в здание, в помещение редакции, упала, и, по-моему, Аня сломала ногу. Поэтому мы сегодня в эфире буквально одни. Связываться с нами будет достаточно сложно, потому что люди на подхвате. Работаем в чрезвычайных ситуациях. Да, мы фактически, да. А говорим о... Вот, где МЧС, ребята? Как раз. О них и говорим. Так вот, 10 ноября, около полудня. Самое интересное, что это был день полиции. Да, ну, в общем-то, логично было бы предположить, что праздничное настроение перекинулось. А может, у них вообще не так гуляет? Ну, давайте. Давайте, если что, поправляете меня. Около полудня трое мужчин, причем двое из них были в форме, зашли в кафе. Да, мы повторим, что было написано МЧС России, камуфляж МЧС России, все расположено. МЧС России у одного из людей была нашивка с его именем и фамилией. А зашли они, будучи, скажем, прямо в... Нет, они зашли в нормальном состоянии, они накрыли стол. В нормальном состоянии накрыли стол, гуляли. А вообще, кстати, вот у меня вопрос, который нигде не обсуждался. 10 ноября это нормальный рабочий день? А почему в 12 часов сотрудники МЧС выпили и гуляли? Или у них был такой общий выходной? Потому что мы сегодня будем говорить о двух людях. Причем один из них был с погонами полковника, второй был с погонами подполковника. Не так просто, не сержанты гуляли, а гуляло руководство. И что, 10 ноября рабочий день... 10 ноября это четверг. Да, 10 ноября это четверг. Просто четверг. Да, интересно. А почему они на работе? Это что, вообще принято так в МЧС? Как полдень, так сразу все бабах за большой широкий стол и погнали. То есть уже ничего не горит. Причем самое интересное, как выяснилось, что люди, про которых мы будем говорить, они работают в спецподразделении, которое занимается контролированием каких-то чрезвычайных... Объектов особого назначения. Да, объектов спецназначения. То есть это Юрья, это Марадыкова, это Кирович-Петский химкомбинат. То есть где непрерывное производство, опасное производство. То есть, на мой взгляд, такие люди должны быть абсолютно во всеоружии. Всегда готовы. Всегда готовы. К тому, что может что-то случиться. И надо срочно бежать, приходить на помощь, спасать, выручать. Вообще спасать людей, наверное, от гибели. Потому что производство действительно в достаточной степени опасное. Так вот, спустя несколько часов вот эта кампания, разгоряченная, видимо, не только своими интереснейшими разговорами, но и горячительными напитками, стала требовать в себе повышенного внимания. В чем это проявлялось, Лена, расскажите. А почему я? Ну нет, вот я говорю, что у нас сегодня есть определенные накладки технического характера, потому что сложно звонить. Люди мечутся между формированием очередных новостей, очередного выпуска новостей, и связи нашими с ньюсмейкерами. Давайте мы тогда обратимся фактически. Вот у нас сегодня в студии нам очень повезло. Видимо, знаете, то, что свыше, сегодня за нас. Потому что вот собственник, собственник этого кафе, Денис Ерохин, он у нас сегодня в студии фактически удалось выхватить, перехватить, уговорить, чтобы он с нами был и никуда не выходил. Поэтому, Паш, давайте не будем пересказывать то, что произошло, а давайте выслушаем Дениса. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день, Денис. Ну так что, я знаю, что вас там не было. К сожалению, с очевидцем пока не можем связаться. Скажите, что вы знаете по рассказам? Что было? Ну, значит, по рассказам сотрудников кафе, кто там был, значит, пришла компания пожарников, МЧС, как они? Давайте сразу же пожарные. Пожарные. Пожарники это те, кто поджигает. Да. Пожарники это жуки. Ну, видимо, в данном случае они поджигали. Нет, ну вообще, давайте их называть всё-таки своими словами, потому что пожарная часть на нас обидится. Давайте. Ну, давайте не будем их обижать, потому что там есть, я думаю, что и нормальные люди, которые действительно в дню, в рабочий день, где отмечают что-то в кафе, а доходят до службы на вахте. Так вот, что случилось? Значит, меня там, к сожалению, не было в этот момент. А то вы что? Были бы по... Чего бы? Нет, ну... Меня, к сожалению, не было, а было бы. Я бы очень хотел поучаствовать, посмотреть, какими карами он грозился. То есть, как бы, единственное, я могу судить со слов видеокамеры, записи, что у нас там есть, и со слов администратора. Так, давайте к карам перейдём это самое потом. Давайте так. Паша остановился на том, что люди выпили, заказали 200, потом 300, потом 300 и так далее. И к двум часам они пришли в такое состояние, мы тут главные. То есть, да, корону на себя примерили и пошли воевать. Первое замечание было, значит, что официант шевелится медленно, да? Да, официант шевелится медленно, потому что в кафе ещё доходились люди, когда им сказали, что мы сейчас обслужим столик и подойдём к вам. Да что, пожарникам было сказано... МЧСник. МЧСниками, я извиняюсь, чтобы не отбежать пожарника. Было сказано, а где здесь люди? Ах ты это! Покажите мне, ты гниль пальцем, да, чтобы я был скромнее. А давайте мы озвучим. Вот я уже сказала, да, что мы оставим в покое гражданского человека, который с ними присутствовал. Судя по всему, человеку было не очень удобно. Но, по крайней мере, он уехал, не принимал участия в этом событии. Но были полковник, фамилия его Степана, зовут его Дмитрий Ильич. Это достаточно молодой мужчина. И вот, к сожалению, мне не удалось установить фамилию майора, который, вернее, подполковника, простите, подполковника, который был вместе с ним. Фамилию второго человека я не знаю. И девушка, которая считает себя пострадавшей, написавшая заявление, тоже пока не знает фамилию второго человека. Но вот их было двое. И, значит, давайте так распределяем роли. Значит, оба сотрудника МЧС подошли к барной стойке и сказали, значит, давайте бегом. Они ждали еще одного гостя, которого они называли директор. Вот. Они ждали этого директора и, значит, начали официанке, официанке, администратору, вот, говорить, что... Ну, вот что они говорили. Давайте учтем, что матерится в эфире. Поэтому будет сложно передать все, что они говорили. Поэтому, наверное, все-таки как бы лучше, чтобы это сказала непосредственно девушка, которая там была, да, которая не говорила, чтобы не... Ну, давайте по сути, вот что сотрудники МЧС говорили, что, допустим, вот смотрите, все, медленно человек шевелится, значит, вы нас... Давайте так, я перейду на более литературный. Вы нас задолбали. Вы тут все, в общем, нифига, вы тут вообще ничего не можете. Вот. И за это мы вам. И дальше уже начались прямые угрозы. И я напомню, что человек стоит в форме с надписью МЧС России. В рабочее время и пьян. В рабочее время. Вот, значит, самое интересное было, что, значит, ну, поскольку порядка 10 человек было в зале, они все это наблюдали. И по утверждению очевидцев, подполковник, он, в принципе, в разговоре это участие особого не принимал, потому что он уже был в той кондиции, что он только кивал и говорил, да. Ну, я предполагаю, да. Ну, и что же пообещали сделать с вашим заведением? Ну, пообещали то, что они обычно, мне кажется, в таком состоянии всем обещали. Давайте не будем говорить обычное. Но именно нам пообещали, что оно будет закрыто. Закрыто. На каком основании? Что будет предпринято? Как они его объясняют? Что просто закроем и все, взяли и захлопнули? Не знаю, на каком основании они собирались это закрыть. То есть они могут дать только предписание, и суд имеет право на закрытие заведения. Но, видимо, не знаю, что они имели в виду. Ну, полномочий у них уже таких нет. Ну, естественно. Ну, в общем, смотрите, ну, понять сотрудников просто, да, ну, запугали их. Я к чему это говорю? Ну, нельзя ли было нажать тревожную кнопку, вызвать какой-то наряд, потому что, ну, люди действительно... Нет, подождите, там реально в кафе есть тревожная кнопка. Конечно, есть. И Денис Валерьевич задавался вопросом, почему, собственно, сотрудники ее не нажали. Вы знаете, все дело в том, что люди-то были в форме. И вот когда перед тобой происходит вот такое... Перепугались. Нет, вот эффект формы, я утверждаю, он действует потрясающе. То есть это те люди, которые призваны тебя защищать. Вот это МЧС России, давайте переведем, да? Это спасатели. Ну, тут, значит, два таких чипа Дейла. Два чипа и Дейл спешат на помощь. Вот, они пришли и начали, значит, это самое говорить. А мы вас, значит, матерная цитата, закроем, матерная цитата, значит. Вот, и, насколько я понимаю, полномочий у них к этому? Полномочий у них к этому нет, они могут... Если бы они просто даже представляли вот местный МЧС, и то бы, по-моему. Нет, никаких полномочий нет. Хорошо, а если бы они пожарные, по-моему, это тоже уже как бы... Нет, они могут вынести предписание по каким-то нарушениям. Устранение. Да, значит, и выйти с этим предписанием в суд, и на основании этого закрыть. Суд может закрыть какое-то... Официант двигается медленно. Закрыть МЧС России. Предписание. Внесли предписание. Видимо, это они имели в виду. Так, значит, и девушка говорит, ребят, давайте, ведите себя потише. Кстати, почему мы об этом говорим? Потому что все их выступление, которое продолжалось порядка двух часов, и наблюдалось и сотрудниками этого кафе, и людьми, которые сидели в зале, все это продолжалось порядка два часа. Да, это было, все это зафиксировано, на камеру слежи. Кроме того, действительно, работала в зале камера наблюдения, которая все зафиксировала. И теперь... Их предупредили, что есть камера, а то они, вот смотрите, обвинят и точно закрают. Официанты медленно, про камеру не предупредили, закрыть. Нет, у нас есть. Так, и что случилось после? Так, и официантка, вернее, администратор, девушка вот ее зовут, Лена, она говорит, ребят, давайте будем скромнее. И они в ответ? Опять же, вот, а кто здесь? Лучше переговорить, конечно, с ней, потому что, чтобы нам все-таки попытаться до нее дозвониться, но, как бы, я единственное, что могу сказать, что вот этот МЧСник Степанов, который... Мы его уже озвучили, да, он исполняет, он заместитель начальника вот этой спецслужбы. Он замначальника вот этой, вот этот молодой полковник. И мы попробуем прямо из эфира после рекламы позвонить ему? Давайте предупредим пять раз. Давайте пять раз предупредим, что мы попробуем это сделать. Паша, не стучитесь головой об стол, уже сказали. Да, вряд ли после этого мы до нее дозвонимся. Да, в том... Не, ну мы попробуем в любом случае. Ну, в общем, вот на том, что, значит, они начали угрожать закрывать заведение, а потом уже перешли на условия, как нужно будет вам вымаливать у них прощение. Давайте мы сейчас уйдем на рекламу, уйдем на рекламу, а потом попытаемся все-таки связаться с девушкой, которая написала заявление в полицию. Поговорим с вами, попробуем связаться и с силовиками, и с человеком, раз уж Паша нас предал. Вот, попробуем связаться и с полковником, представляющим МЧС России на территории Кировской области. А теперь мы на рекламу уйдем. Уходим, не переключайтесь. Эй, 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 куда? Реклама. Это интересно. Чем может обернуться для России вступление во всемирную торговую организацию? Что думают кировчане о строительстве нового концертного зала? Результаты социологического опроса в рубрике «Выбор города». А также эксклюзивное интервью с музыкантом на СМС читайте в свежем выпуске газеты «Источник новостей». «Источник новостей». Живи интересно. Компания «Стройкомфорт». Ведущее предприятие по производству натяжных потолков. Тканевые потолки «Дескор» и оригинальные глянцевые потолки «Галактика». Фотопечать на натяжных потолках. Доступные цены в «Стройкомфорте» на Дериндяево 99А. Телефон 214-114. Каждый будний день и только на волне 101FM. При поддержке кухонной студии «Мария». Качество соответствует уровню. Мы рассказываем вам, о чем пишут в газетах и что обсуждают в блогах. Программа «Инфопресс». У нас всегда есть свое мнение о происходящих событиях. О том, как лень и похмельный синдром сделали Кока-Колу такой, какой мы знаем сейчас. И как связаны немецкие комиксы для взрослых и кукла Барби. Любопытные факты из жизни знаменитых торговых марок в ежедневной программе «Тренды-бренды». Спонсор программы «Экономика» – группа компаний «Форекс-Клуб». Международная академия биржевой торговли. Телефон рекламной службы 70 80 90. Добрый день. Добрый день. Паша, вы так расстроились, что даже забыли вступить в прямой эфир. Как это забыли? Вот, вступаем. Дневной разворот, продолжаем разбираться. Тема у нас сегодня интересная. Понимаете, как говорил Райкин, да? Очень интересная диссертация. Что ты там в носу? Поэтому, да, действительно, тема интересная. Да, только чуть менее смешная, чем это получилось у Райкина, да? 10 ноября, около полудня, в одной из кафе города Кирова… Ну, давайте озвучим. С пылу жару у нас называется заведение. Оно в Перекопе находится. Давайте, давайте. Заведение достаточно молодое, оно не очень давно открылось. Его любят за хорошую домашнюю кухню. Вот, достаточно многие ездят, в том числе и из Кирова. Вот, я сама там несколько раз обедала, бывало такое. Ну, в общем, в заведении есть люди. Вот, и пришедшая туда компания отдыхающих в форме МЧС России, изрядно приняв на грудь, устроили там… Устроили там шоу. Шоу в кавычках и в плохом смысле слова. Абсолютно. Вот. Мы сегодня, мы сейчас пытаемся связаться с людьми, которые были тому очевидцами. В частности, все это происходило на глазах старшего администратора заведения. Происходило на виду примерно десятка посетителей. Все это было видно. Вот. И сейчас мы пытаемся связаться со старшим администратом Елены, которая, вот, и, собственно говоря, обратилась в полицию, написав заявление. Сегодня, насколько я понимаю, в отношении полковника Степанова, он был организатором и ярким представителем этого шоу, возбуждено уголовное дело. По-моему, 130-я стадия, часть первая. Да, это оскорбление, унижение. Вот такая вот история. Ну что ж, давайте будем говорить дальше. У нас в студии находится собственник. Собственник этого кафе. Зовут его Денис Ерохин. Здравствуйте. Еще раз. Денис. И, ну что ж, пока… Вот я говорю, пока мы… Нам, Денис, если я не ошибаюсь, удалось вам сейчас связаться с Леной, да? Нет. Вы объясните ситуацию? Объясните ситуацию. Просто вот у нас сегодня наш редактор, к сожалению, по-видимому, сломала ногу. Сейчас она находится в больнице, и поэтому у нас сегодня… Мы предполагаем, что еще и впереди тоже будут технические накладки. Вот есть сложности. Что у вас происходит? Вот вы пытаетесь связаться с очевидцами. Что сказали? Ничего не сказали. Да, пока ничего. Тогда вам отдуваться придется. Вы хоть и не очевидец, но вам придется рассказывать. В общем, надо что сказать. Работники перепугались и не стали нажимать тревожную кнопку. Однако… Вряд ли это можно назвать испугом. Вы знаете, я бы сказала, это, знаете, такое оторопь от имевшегося раньше уважения. То есть, понимаете, человек, по сути, не может это совершить, потому что он в форме. И вдруг он вот это совершает, и обычно начинается такая пауза, и думаешь, а что делать-то, да? Ведь он же представляет закон, ведь он должен осуществлять защиту. А как я от этого защитника буду защищаться сотрудниками полиции, да? То есть, такой большой вопрос, и опять же, значит, закипает мозг. И, в общем, девушки растерялись. Девушки растерялись. Вот. Не могли ничего сделать. То есть, не нажали кнопку. И поэтому в течение двух часов вот эти люди в форме МЧС, они, значит, они там куражились. Вот. И мы с вами, Денис, остановились на том, что, значит, последовала угроза, что ваше заведение закроют. Девушка попросила вести себя скромней. Вот. Полковник Степанов удивился, а что, собственно, скромней, да? А кто здесь люди? И дальше как развивались события? И, знаешь, там он девушке за барную стойку полез, там, в общем. Ну, я еще раз скажу, что меня там не было, поэтому, как бы, конечно, нам лучше переговорить с девушкой. Я думаю, что удастся нам до нее дозвониться. Прямо сейчас из студии мы набираем вот того самого полковника. Ну, давайте мы попробуем. Давайте мы попробуем. Подождем звонки. Так, вот, пошли гудки. Пошли гудки. Да, слушаю. Дмитрий Ильич? Да. Здравствуйте, меня зовут Елена Овчинникова. Вы находитесь в эфире дневного разворота. Он не находится в эфире дневного разворота. Дмитрий Ильич, не мудрствуя лукаво, кинул трубку. Да, то есть он не захотел с нами говорить, ну что ж, вам, Денис Валерьевич, отдуваться и так далее. Потому что дальше начался самый такой сильный эпизод. Начался самый сильный эпизод. Когда уже выяснилось, да, что у нас соберется закрыть, впоследствии, значит, вот эти ребята, МЧСники, они начали говорить о том, что они позволят вам как-то вымолить у них прощение. И дальше, по-моему, пошло буйство фантазий, причем эротических, сексуальных и так далее. Я знаю, что господин полковник сказал, что лично вы будете обязаны заняться с ним. Простите меня, я не знаю, как по-другому это сказать, но вы должны будете заняться с ним моральным сексом. Я не знаю, что он имел в виду. Да, действительно. Потому что, ну, действительно, это был полный беспредел с их стороны. Мне непонятны тут многие вещи. Непонятно, как человек в форме может, соответственно, вести себя так. И понятно, почему в рабочее время, в четверг, люди приезжают в 10, там, где-то в районе обеда, да, в районе обеда, и при этом напиваются. Я прошу прощения, будет интересно, как он прокомментирует тот факт, что трубку бросил. Когда мы хотели задать ему вопрос, у человека была возможность на все ответить, рассказать. Все, это была ошибка, вы неправильно меня поняли. Нет, ну, в конце концов, покаяться. Нет, мы сейчас подойдем к этому вопросу. Кроме того, что, значит, вам было предложено, значит, вступить в половую связь с полковником, это же ожидало администратора Елену, собственно говоря. Это ожидал, похоже, весь персонал. Да, по словам. То есть, видимо, да, у полковника действительно что-то... Ну, как интересно. Почему? С головой, вы полагаете? Я полагаю, это не с головой, это с другими местами, да. Вот. И все вот это вот закончилось вот этими вот угрозами. То есть ему опять было предложено успокоиться, но уже он, значит, захотел вступить в половой контакт и с официантом, вот. Причем тоже на возвращенной форме эфир, я не могу повторять эти слова, но, в общем-то, как бы люди нечасто... Это ужасная грязь, все, что было сказано. Но, в общем, вы такие, как бы, вот, собственно говоря, все партнеры оказались. Вот должны были именно вот этим образом вымаливать у него прощение. Ну, во-первых, начнем с того, что он не имеет права никакого кафе закрыть. Это, опять же, его фантазия. То есть кафе закрывается по решению суда, по предписанию. То есть у нас сделано все, соответственно, с пожарными нормами. Это кафе открывалось, значит, спустя, там, 2-3 недели после того, как в Перми произошла ужасная трагедия. А, вот это хромая лошадь, господи. Белая лошадь — это вискин. Да, после этого... А в прошлый раз Лена говорила, что с алкоголем мало знаком. А вы знаете, я читала Джеральда Даррелла. Я читала Джеральда Даррелла, у которого есть огромная статья, вернее, огромная глава в его книге «Моя семья и другие животные», посвященная вот как раз виске, который называется «Белая лошадь». Он описывает, как весело он проводил время с вождем одного папуасского племени. Именно за этим вискарем, поэтому память извините. Изящно выкрутились просто. Изящно выкрутились. Ладно, продолжаем. Продолжаем. Так вот, они ведь, вот эта компания, они МЧС, они ждали какого-то директора, по их словам, да? Он все-таки приехал? Нет, этот человек приехал, но он точно так же очень быстро уехал, потому что там же собеседников фактически не было. Этот, видимо, как-то, да, на сексуальной почве полковник перетрудился, а подполковник, он просто уже спал лицом на столе, поэтому, как бы, вот те, кого они ждали, там... Ну, вот, насколько я понимаю, Денис Евгеньевич, у вас ведь, мы с вами говорили на эту тему, у вас нет каких-то вопросов или какой-то обиды вот на гражданских личностей? Нет, ну, если, как бы, люди в смысле каких, не понял. Ну, вот те, которые были с людьми, повторяющими. Нет, конечно, нет, то есть, как бы, они себя вели, соответственно, нормально, даже если, как бы, люди приходят в кафе и выпивают, потом уходят, то есть они, ну, большинство туда для этого и приходят. А у меня вот вопрос такой, знаете, вот, кто вот знает, почему очень часто, не очень часто, достаточно часто, я исправлюсь, у людей возникает такой эффект, вот, если ты, как бы, в форме, и вот, ты понимаете, вот эта власть, которая превращается не просто во всевласть, а абсолютная, да, и безнаказанность. То есть, представляете, идёт сотрудник МЧС России на голове, корона вся в бриллиантах, вот, он её, значит... Красивая форма. Да, красивая форма. Он её, значит, почистил, и, значит, всё, я царь бог и господин закрою, закрываю. Все, значит, на колени передо мной, вот, или, значит, в каких-то других позициях, но просим передо мной, значит, просим прощения за то, что ваш тут официант слишком медленно двигается. Вот. Для меня, допустим, всегда вот это вот... Если ты надел форму, во-первых, это ответственность. Вот для меня ряса, форма, белый халат, да, это в первую очередь осознание ответственности. Если ты понимаешь, что в твоём организме этого нет, не надевай. Или вообще раздевай сразу же. Не имеешь права, потому что в любом случае, вот, должны быть люди, ну, с определённым жизненным стержнем, с определённой жизненной позицией, да, всё, вот, не может этого быть в жизни, к сожалению, но бывает. А, Лен, я вот с вами полностью согласен, действительно, сложно оценить и понять, да, вот, действия этих МЧСников, а вот сейчас звонил только что нам слушатель, и он сказал, что, вот, Денис, вам этот вопрос задам, там, значит, его слова, там постоянно дебоширят бородки, но про это никто, бородки, очевидно, в кавычки берём, но про это никто не говорит. А как только речь зашла об МЧС, мы сразу об этом начали. Ну, то есть, вот это, значит, высказывание нашего слушателя, то есть, в чём причина, он спрашивает, мы просто против МЧС сейчас? Нет, давайте так, смотрите, давайте так. Лена, вы сейчас слушателю отвечаете. Я высказываю свою собственную точку зрения. Бродки, они на то и братки, чтобы, знаете, вот на пальцах, да, то есть, собственно говоря, от братков-то никто ничего и не ждёт иного. Но вот от полковника, от полковника ждут иного поведения. Вы разницу услышите? То есть, вот, сказали же, браток, да, есть уже какой-то ассоциативный образ в голове. Вот, и есть полковник МЧС, и тоже есть ассоциативный образ в голове. И когда буянит браток, автоматически нажимается тревожная кнопка, приезжают люди в камуфляже, руки за спину, головой в собачник, всё, спасибо, поехали разбираться. А как быть с полковником, крепким мужчиной, известным человеком в этом небольшом городке Кирово-Чепецке? То есть, приезжают люди, сержанты, старшины, рядовые, и начинают отдавать честь товарищу полковнику. А он кричит, значит, я вас всех. Ну да, Денис, вот к вам вопрос с этим. К вам вопрос, да. Часто ли бывают такие ситуации вообще экстренные, конфликтные в кафе? Нет, нет, это бывает крайне редко. Ну, не чаще, чем в каких-то любых других заведениях, потому что, Паш, вы знаете, когда стоят камеры слежения... Ну, естественно, особо... Вот это, знаете, полковнику по барабану на эту камеру, да, а братку, извините, ему дополнительный пункт, его характеристику, биографии или досье, скажем. То есть незачем. И потом, вы знаете, там заведение камерное, очень уютное, и побуянить там, собственно, негде. Потому что я была, и там реально такие, знаете, семейные такие, да, семейные, интимные. Это такое, знаете, вот очень хорошо вдвоём с девушкой посидеть, поговорить. В принципе, они там вдвоём, втроём и сидели. Мы без девушки же, чего же, разводились-то так. Именно поэтому. Ну что ж, давайте вот мы на этом прервёмся, да? Нам показывают... Нет, нам показывают, что у нас есть ещё одна минута. Мы говорим ещё минуту. Так вот, у вас всё-таки не отмечается вот это вот, да, гуляние? Нет. Ну, понимаете, это не то заведение. Там нет музыки, там вот тихонечко звучит музыка. Какие там братки? Браткам же... Мне кажется, у братков, наверное, немножко всё-таки иной подход. Ход к отдыху. Всё-таки это надо, ух, как-то тоже развернуться. Это же от осей души. Это же надо, и чтоб девчонки были, и всё. Ну, я надеюсь, мы ответили на вопрос нашего слушателя. Сейчас... Нет, мы не против МЧС, и мы даже не против братков, и мы вообще не против никого. Мы просто рассказываем о ситуации, когда люди в форме распоясываются. Сейчас у нас уже в студии... Ольга? Ольга Балезина. Она самая Балезина. Добрый день. А это значит впереди новости. Впереди новости, да. Выпуск новостей выходит при поддержке ОАО «Коммерческий банк Хлынов». Банк Хлынов. Банк родного города. Добрый день. В эфире новость у микрофона Ольга Балезина. Детям, которые проходят потерпевшими по уголовным делам, собираются предоставлять бесплатных адвокатов. Прокурор области Сергей Бережицкий предлагает внести поправки в областной закон о мерах по обеспечению безопасного пребывания детей в общественных и иных местах. Предлагается оплачивать услуги адвокатов для детей и подростков, признанных потерпевшими, за счет средств областного бюджета. На это может потребоваться около 7,5 миллионов рублей в год. По данным прокуратуры, в регионе число преступлений против несовершеннолетних в последние годы увеличивается. За 10 месяцев этого года в отношении них совершено 145 тяжких и особо тяжких преступлений, тогда как за весь прошлый год их было 138. На Кировском вокзале установили металлодетекторы. Московские специалисты закончили работы накануне. Всего установлено 6 комплектов. Кроме того, были установлены и взрывоулавливатели, которые способны поглотить до полутора килограммов тротила. Это передвижные контейнеры для безопасного хранения и транспортировки взрывоопасных предметов. Добавлю, по данным пресс-службы Кировского региона Горьковской железной дороги, до конца года металлодетекторы появятся и на станции Котельничь. Их там будет четыре. Олимпия встретится с командой СК 1946. В Кирово-Чепецке хоккеисты третий раз подряд сыграют с лидерами регулярного чемпионата. Соперником Олимпия сегодня станет питерский клуб СК 1946. Команда в своей группе занимает третье место. В этом сезоне Олимпия и воспитанники питерского СК встретятся в первый раз. Прошлогодняя игра закончилась в ничью. Основное время в серии послематчевых бросков питерская команда оказалась удачливой. Матч сегодня начнется в 6 часов вечера на льду Олимп-арены. К этому часу все в студии работала Ольга Болезина. Когда много всего нужно, берем кредит на наши нужды. Семья хочет в отпуск? Берем кредит. Кредит на машину? Не повредит. Большой телевизор и снова кредит. Кредит в банке Хлынов. Мечты осуществить. Подробности по телефону 8-332-204-777 и в офисах Банка Хлынов. Лицензия ЦБРФ номер 254. Слушайте, как вам новости? По-моему, очень... Вот мне, вы знаете, самое удивительное. Наконец-то, да, сделан шаг. Я очень часто об этом просто задумывалась, почему так обстоят дела. Но наконец-то Бережицким... По поводу детей. Да, предложен вот этот шаг в отношении детей. Смотрите, как правило, потерпевшими, пострадавшими, в большинстве случаев становятся дети из неблагополучных или малообеспеченных, небогатых семей. И родителю таких детей не в состоянии представить своим детям защиту, а адвокат им нужен в обязательном порядке. То есть дети от чего страдают? Это какие-то половые преступления, да, сексуальные преступления. Это проблемы вот на дорогах. Вот помните, мы с вами говорили о девочке, да, которую выкинули... Которую выкинули из автобуса, а после этого им приходится за свои деньги нанимать адвокатов, которые... Да, и нет никакой гарантии любому адвокату, ведь людям нечем платить, вернее, людям нечем платить, а адвокат не будет работать бесплатно. Вот, по-моему, это вообще очень важное событие. Это очень такая... А, на ваш взгляд, 7,5 миллионов рублей, это насколько дел может хватить, насколько... Я не знаю расценки адвокатов. Я знаю, что... А вы делили... По крайней мере, 3 рубля у них никто за работу не берет. Допустим, для того, чтобы... Я знаю одного человека, который позиционирует себя юристом. Он берет 3 тысячи за то, чтобы посидеть, вообще выслушать человека, просто послушать человека и, как бы, и принять решение, он будет с ним работать или нет. Я знаю людей, которые совершенно забесплатно принимают участие в очень громких делах, помогая бедным, небогатым людям в тяжких ситуациях. Но здесь вообще вот это должно быть узаконено. Ребенок в беде, ему сразу же предоставляется адвокат. Это очень хорошо. Слава богу, господин Бережинский... Это отличная идея. Но пока только идея. Да, я считаю, что ее надо поддержать. То есть всем правозащитникам, особенно тем, кто занимается детям. Ну что, у нас сейчас реклама? Мы пойдем на рекламу? Уходим на перерыв, после которого вернемся. Вернемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова